Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша пустынная девочка-волшебница Невермор и возвращаемся в любимейшую нашу фоллаут сонора с делсельщикой Дейглоу. Продолжаем там же где закончили, то есть в таком себе городишке Каса Гранде, где немножко похитили дочь главного мэра. Единственного мэра так сказать, но поскольку мэр, судя по найденным записям, такой себе тоже человек дерьмо, то и торопиться мы особо не будем, пролутаемся для начала, а потом пойдем на переговор с бандитами. А что мы видим? Я так понимаю, что у авторов этого мода такая была большая неразделенная любовь к монтировке. Или же здесь где-то можно взломать стену с помощью этой монтировки тоже. Но опять же, хватило бы разложить ее только в одном месте. О, еще один шкафчик, давайте подумаем, что там может быть. А там у нас нет ни монтировка, а по отрошечке. Давайте обойдем, посмотрим с другой стороны. Если можно эту дочь нежно и аккуратно вывести, не прибегая, точнее не трогая бандитов, то было бы неплохо. Но нет, стены здесь не вылом. Хотя подождите. Хотя подождите, а что же мы мучаемся там? У-у-у, тихо-тихо-тихо нежно. Да, там один человек на патруле ходит, но это нам не мешает абсолютно. Он как пришел, так и ушел. Мы нежно открываем замочек раз. Ждем пока он уходит. Очень сильно ждем. Просто очень сильно ждем. Закрываем дверку два. Упс. Если получится, то еще и на замочек. На замочек не получается. Плохо. Еще раз. Дверь в принципе не закрывается на замочек, но мы можем с барышней перетереть. Только нужно вот здесь. О, бандит такой, да, давайте я еще отсюда уйду. Ладно, ясно, понятно. Мы люди не горды. Мы не можем закрыть, так давайте мы с ней будем разговаривать, но устал все. О, он пошел на обход, на дальнюю. Офига ли ты хочешь на обход, на такую дальнюю, если здесь было... А-а-а, вон, а ты как-а-а. Что, неужели мы дверь закрыли? Ладно, все равно уйдешь. Девушка, здрасте. О, не трогай меня, грязный магистральщик. Для начала чисто подмытая и не магистральщица. Успокойся, я прислал свой отец. Да, папочка, папочка, давай скорее выбираться. Давай, пошли, но тихонько, тихонько. Да, да, нас не должны заметить. Если разбойники нас уедят, то будет очень сильно больно, нас пристрелят точно. Да, а может быть даже изнасилован. О, кстати говоря, он ушел. Личиночки родные замечательные, побежали. Умница для себя, мы это дело уже проходили. И проходили чисто по диалогу с бандитом. Я хочу попробовать альтернативный метод. Взяли-таки, зашли, отдали дочь и ушли. Мистер Мэр, вот ваша дочура. О, Кристина, как ты? Я заставлю этих ублюдков заплатить за то, что они сделали. Ты что, собираешься атаковать бар? Разумеется. Если другие разбойники узнают эту историю, то моя дочь будет похищать каждый божий день. С ними нужно покончить прямо сейчас. А, да, они заслуживают наказания, но нападать пока не в баре слишком опасно. Пусти, ты так сбережешь хотя бы своих людей. У тебя невероятная способность к убеждению. Даже немного подозрительно. Пускай убираются отсюда. А мы возвращаемся в особняк. Правильное решение, господин Барк. Разошлись, молодцы. А мы теперь перетрем с бандитами. Господа бандиты. Обладающие, скорее всего, телепатией. Возможно, телекинозом, но это не точно. О, я вот это сейчас не понял. Что это такое было? Вы вообще-то уходили. Уходя, уходи, да? Не слышал такое? По-моему, мы немножко поломали систему. Вы, интересно, меня защищать будете или не будете? Ну, чисто на поражать. Я пустынная девочка-волшебница не гордая, поэтому просто отсюда ухожу. И да, гонится исключительно за нами. Мэр такой, ну, ты спас мою дочь. Точнее, ты спасла мою дочь. За это я тебе не буду помогать. Пареет, положим. Вопрос всех вопросов. Мэр вернулся или нет? Вроде бы народ вернулся. Давайте посмотрим, может, бандиты ушли? Да, фу, бандиты ушли, собаки пришли. Собаки с вами справиться будет проще. Не в пример. Но лут мы все-таки заберем. Песель, я на вас смотрю, у меня пистолет есть. Песель, я хотел решить дело миром. Но диалоговой опции с вами нет. И грызануло же, а? И грызануло же, зараза. Ладно, отминусовали. Ровно шесть патронов. Которых у нас, кстати, больше нету. Нам нужны наши любимые 44-го калибра. Гранаты. Гранаты. Что интересно, в этом моде довольно-таки много гранат. Вообще, метательного всякого. Может быть, имеет смысл немножко заняться... Ох ты ж, ёх ты ж. Автомат с ядер-колой оказался с ловушкой. За три крышки потеряли столько здоровья. Может быть, я что говорю, стоит когда-нибудь отыграть... Метальщика или метательницу. Так. На крышка. В ящике, которым даже визуально видно бутылки с... Чем-то. Пивчанская ядер-кола, да. Мы видим только одну крышку. Там те крыши хотя бы десяток должен быть. Ну ладно. Нет, так нет, мы не гордые. Пойдём к Мэруце с заслуженной наградой. Может быть, порешаем вопрос, а кто его нанял? И что нам с этого обломится? Плюс мы ещё не были вот здесь, да? На севере мы были, на юге мы были. А вот здесь вот мы не были абсолютно. В этой очень заражённой радиоактивной зоне. Токсично-притоксично. И опять же, не имея у себя нормальных патронов, идти сюда смысла нет. Затувишь самогонный аппарат. Аппарат отлично подаёт для приготовления алкогольных напитков, но сначала его нужно заправить. У нас, к сожалению, нечем. Дров тут чуть-чуть не завезли. Могилки. Значит, чтобы не присоединиться к ним, мы, пожалуй, пойдём отсюда. Да, туда мы вернёмся, но потом. Может быть, по квесту. Where Queer is Demi? А я хочу поговорить, ты меня понимаешь? Deja main pass, note, intendo. Подождите. Подожди. Это вот тот самый перк на знание испанского. И... Да, мы-то знаем испанский, но вот такая проблема, вы знаете, это за бубень, друзья мои. Наши ответы тоже на этом языке. То есть мы можем ответить. Вот. А, ты говоришь на испанском. Как же я рад услышать родной язык. Да, да, да. Наконец-то. На сотом эпизоде капитализировалось таким. О, теперь ты меня понимаешь, да? Ну, пожалейте, далека, сеньора. Чужаки приходят и уходят. А мне надо еду искать. Я голоден. Хорошо. Я поищу для тебя еды. Я не совсем уверен, где я могу найти. Ну, я поищу для тебя еды. Боже, какое счастье. Наконец-то это горячая группа сработала. И у нашего падры должны быть и большие вопросы к нашей мадры. Посекуку-посетуку, друзья мои. А, тебе туда нельзя, вон, видишь ли что? У нас испанский врожденный. Ладно. Девушка. Не хотите ли вы отблагодарить лично персонально свою спасительницу? А, это ты? О, я бесконечно благодарна тебе за спасение. Тогда почему у тебя такое грустное-прегрустное личико? Я в порядке, честное слово. Пока я была в заложниках, пандиты обсуждали отца. Они говорили, что он забрал власть у прошлого мэра, и что он бежал с наистребил половину жителей, которые противились его власти. Но я была слишком маленькая, я не помню. Неужели это правда? Похоже на то. Мне очень жаль. Мы получили три слова за то, что сказали правду. Я понимаю. Возможно, он был тираном и совершал страшные злодеяния. Но для меня он всегда был любящим папой. Он всегда терпел мои капризы и отдавал мне самое лучшее. Как могло бы так обернуться? Да. Не знаю, не знаю, как это получилось. Но добро пожаловать в мир и реальность. Деточка, мир, построенный на крови. Не будем так говорить. А по крайней мере он тебя любит. А значит, в глубине души он не тиран. Просто так сложили обстоятельства. Ну да, Гитлер просто любил, чтобы было потеплее. Поэтому строил много печи. На самом деле, это конечно не так вообще. Такс. Да, теперь я понимаю. Я сделаю все, чтобы подобного не повторилось. Удачь себе. Мне пора в дальний путь. Постой, постой. Тебе наверняка нужны крышки в дорогу. Вот, возьми. Это остаток моих карманных крышек. Тебе не нужнее. Нифига сегодня идёт денежек на кармане, да? И она такая, да, мы папочка хорошие. Два папочка, он, петля по нему. Сюда вот накинуть на балкончик, внизу же болтался. Полу гордо порешал. Кстати, как мы не залутали его ящик? Дивно, странно. Пуктер залутали, это не залутали. Там пустошная текила лежит. А он настолько взюзю, что ему вообще всё равно. А, мы не можем нести книги. Помню, что они есть. Ему настолько всё равно, что он даже не видит, что мы делаем. А, вот это. Заходи, присаживайся. После той заварушки в баре, мне захотелось немного расслабиться и выпить. Да, налей, если чё-нибудь. Ведь именно благодаря тебе, я и моя дочь, наслаждаемся свободой. Да, странная история. Почему разбойники так близко подорвались к городу? Там магистральщики обычно ходят, грабят путников на Татрасе, но... Городу близко подходить боятся. Знаете, знали, что делать, ведь их лидерка тоже в Каса Гранда. Да, вы что? Впрочем, это долгая история. Я всё ещё не расплатился с тобой за помощь. Да, золотые слова. А вот здесь все от крышек. Можешь заработать больше. Ну, скажем так, дочуру свою ты оценил, как средней порошивости проститутку в Ньюрино? Ну, ладно. 250, так 250. А в чём проблема на этот раз? Там магистральные разбойники подобны падальщика. Они заколачиваются стаи и слежат лёгкую добычу на трассах. Мелкие кланы не представляют угрозы для города, но есть один большой. И дай догадайся оттуда пришли разбойники, чтобы схватить твою дочуру. Да, это не первое крупное нападение. Клан Синего Щита, извести на всю округу своими безжалостными преступлениями. В него входят самые отчаянные безбашенные ублюдки. Звучит так, как будто ты мне предлагаешь пойти с ними договариваться. Разве можно оставить такую целую банду? А нет, нуждаю убивать целую толпу. Я заплачу 500 крышек за голову их лидера Бена. Ещё столько же получишь, если уничтожишь их топливный склад. Ну, мы возьмём, пожалуй, этот квест себе на заметочку. А всё просто. Принеси голову и получишь награду. Удачики. Да, мне нужно знать больше о магистральщиках. Где главная база находится? Но, судя по словам караванщиков, где-то на северо-востоке от нас открыто новое место рейдера. С таким названием сложно им сочувствовать. Какой смысл уничтожать их топливный склад? А топлива сложат банде оружием, помогает выживание. А в будущем могло бы использовать только торговлю. К тому же, с сгоревшей ёмкостью станет сложнее использовать цитадель. В любом случае диверсия пожатнёт банду. А как оказалось, что там появились лидеры, точнее, жители из Каса Гранды? Да, это старая, долгая история. Когда я оказался на посту мэра, то первым делом выселил с города всех подонков. Как оказалось, некоторые из них выжили, стали терроризировать автотрассы. Расскажи мне про их лидера. Но его зовут Бен, как у Би-Вана Кеноби в будущем. Точнее, в старости. Когда-то он жил среди нас, но я прогнал его вместе с бандой из города. Поэтому он мне хорошо знаком. Ммм, ладно-ка. Увидимся графу, увидимся ещё. Есть у меня такая идея, что Бридж, что он шу-сивый мелен. Ну, это идея идеи. А мы должны нежно зайти с северной части, взломать маленькую дверку, пролутать вот этот шкафчик-кладочку. Не удалось, попробуйте ещё раз. Удалось. Позитивно нравится, что 70 очков опыта. Вы не поверите. Резиновые сапоги и ещё одна монтировка. Так, что нам нужно? Нам нужно найти торговца, у которого есть еда. Любая еда. У нас что-то странно. Подождите, у нас же есть личинки. Ммм, личинки — это еда. Давайте попробуем. Если он голодный, то съест. А если не съест, значит недостаточно голодный. Вы не можете туда попасть. Можем. Ммм, не подходит ему эта еда. Как бы ни было, это грустно. Давайте поищем ещё тогда. Вроде бы в самом начале стоял торговец. И быть может, быть может, мы сможем с этого дела что-то поиметь. А где-то вот здесь вот, да. Стоянка караванщиков. У тебя есть на обмен. Ручки противоядия. Резиновые сапоги и еды нет во всем городе. Довольно странно городишко. Ну да ладно. Задачку свою мы получили. К этому испаноговорящему товарищу мы ещё вернёмся. А пока что двигаемся, наверное, куда. Тусан к жестянщикам или к рейдерам. Казалось бы, наш падрож ждёт, и мы уже видели ролик, что родная, давай спасай быстрее. Но мы всё ещё недостаточно сильны. Поэтому сходим к рейдерам, хотя бы обсудим условия, так сказать, договора. И вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Огромнейшее городище. Ещё и с мощными стенами. А вы видите ничего необычного. Не видим, это понятно. Кроме толпы народу весьма вооружённого. Меня больше волнует другое. Можем ли мы нежно-нежно это дело обойти по стороне? Например, вот ворота. В ворот-то, в набор ничего необычного. Не можем. А следите за выражением, я кусок дерьма, иначе... Да, там что-то происходит. Уф! Что я вижу? А что я вижу? По-моему, мы можем проникнуть сюда невозбранно. Если не вмажемся в ловушку. Давайте проверим, можем ли мы её обезвредить. Ловушечки. Нужен навык 60. Ловушка окажется слишком опасной. Иначе не будем влазить. Эстина перекрывает проход. Имея кувалду или пакет взрывчатки вы могли бы... В смысле кувалду? Мы её только выбросили. Но давайте, допустим, посмотрим, не сработает ли наша верная монтировка. И смеху ради можно. Можно, 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 можно. Другое дело, что нужно ли нам проникать сюда неакцизно? Пожалуй, что не будем. Давайте, нежно, ещё ловушечка нежно обойдём и попробуем зайти в город с помощью силы нашего урального искусства. В смысле, языком проложим себе путь. Дремлющий под солнцем часовой приподнимает голову на ваши шаги. От неожиданности он роняет оружие, но быстро приходит в себя. Да, охрана супер. Чё, какого? Чё, ты кто такая, мать твою? Чё, чё нужно? Хороший вопрос. А что это за место? Отличное место, сука. Отлично. Ты ж, не знаешь, вот такие осенние щиты? Да мы заправляем всеми трассами в округе. Это наш лагерь. Воу. У вас есть свободные места в банде? Ну, к тебе о ком присоединюсь. Ха, дорожный падаль, вроде я даже места нет. Вали отсюда. А ты отведи меня к своему лидеру. Может быть, у него будет другого мнения. Здесь я, шага выпускать или нет. Ясно? Ты не пройдёшь. Вальни отсюда. Ну, я могу зайти через забор. Просто персонально. Но у меня красноречие 50, поэтому веди меня к своему лидеру немедленно. Пока я не потребовал у тебя одежду, мотоциклы и чё-то там ещё. Ух ты, мать. А что с тобой случилось в детстве-то? Какая неожиданность. Обычные чужаки избегают нас. Да, знак остальным. Обыскайся. Да. Вы найдёте, что мы переносим столько, что вам представить даже сложно. А не стоит так поступать с послом внешнего мира. С твоих же интересах сохранить мне жизнь. Да что донесёшь, мать твою. Видимо, тебя прислал Бустац. Этот болван думает, что от нас можно избавиться парочкой снайперов. Знаешь, за забором... Уже лежит труп очередного наёмника. А вот говорить с нами никто не пытался до этого момента. Если что, мы за забором видели труп только Мантиса. Если до этого Мэр Бустац нанимал жуков-мантисов, чтобы атаковать это поселение, то я не удивлён. Бухает всё-таки Мэр Бустац. Одно спасибо, надеюсь на понимание. На этом любезности закончились. Зачем ты здесь? А я здесь от имени Мэра Каса Гранде. Он считает вас виновными в грабеже караванов. Он отлично знает, кто и зачем крабит караваны. К чему это представление, наёмница? Да, вы все приговорены именем законов смертной казни. Конечно, мы это можем сделать. Но мы добрые, предпочитаем так не поступать. Зачем вы это делаете? Неужели нет других возможностей? Я жил в Каса Гранде, как нормальный законопослушный гражданин. Но пришёл Бустац. Он объявил себя графом. Захватил власть в городе. Не согласно, как он объявил преступниками. И стал преследовать. И вам теперь некуда податься, да? Мы заняты выживанием по вине тирана и диктатора. Гравя караваны, мы просто берём своё. То, что у нас отняли. К тому же мы не кровожадны. Мы милосердно отпускаем караванщиков, которые не хотят драки. Ну да, ну да, отпускайте караванщиков, чтобы они повели новый караван, чтобы снова его ограбить. Ах, вы ж нехорошие вы личности. Мне плевать, что ты об этом думаешь. Ммм, признаться честно, я не знал об этой истории. Теперь я не хочу помогать Мору Бустацу. Ммм, есть одно дело. Моих ребят, хотели наёмники, сейчас пытают Каза Гранда. Нужно решить эту проблему. Предлагаешь устроить побег? Заложники должны замолчать. Меня не интересует, как. Если спасти их нельзя, их нужно убить. Задачка ясно, сделаем, лучше видим. Ступай, как считаешь нужным. Нельзя, чтобы Морка Са Гранда вытащил информацию из моих людей. Окей. Хотя большой, преогромнейший вопрос, а что нового они смогут рассказать? Что у вас? Большие железные стены. Кстати, он сверху ещё одна проходчика. Большие железные стены весьма дырявые качества, да? Ну, не знаю, не знаю. Можно ли мне отойди туда быстро? Понятно, ясно. Не тупой понял, тупой бы не понял. Там есть броня, там есть куча всего-кого разного. Но не имея хорошего стола, мы этого сделать не можем. Можем обойти вот эту дверку и там один мини-ящик пролатать. И вот это тоже. Кстати, огненная бомба. Я же говорил, много метательного. Ну, нужно что-то продать, что-то выкинуть. У нас слишком... Ох, лопата. Одно, я думаю, хватит на всё про всё. Есть такое. Есть такое. Это крышка, как с куста. Это уже больше, чем нам дал мэр Бустас. Ну, вот здесь мы видели нехороший диалог о том, что происходит, что-то нехорошая. Хотя ничего нехорошего незаметно. Можно я вас пролутаю? О, подождите-ка. Дорожная броня. Неожиданно. Как это? Ух ты, мы вышли с бухты. А у нас нечего выбрасывать. Как от души отрываю одну зажигалку. Мне правильно написали, что патроны здесь веса не имеют, поэтому за них можем не переживать. Одни резиновые сапожки. Просто дёргая веком. Монтировку. И мы должны посмотреть, что это за броня, с чем её едят. Было 19. Алла-15. Броня М. И пользоваться мы ей не будем. Но если по квесту она нам будет нужна, мы знаем, где она лежит. Тебя забрал? Тебя забрал. Зажигалочку оставим. Патрушечки заберём. Топливо для огнемёта нам пока не нужно. Топливо для огнемёта может очень даже пойти в качестве заправки для мотоцикла, поэтому тоже помню, где лежит. Бышная пяляца. Тебя устрою сунь-высань. Тебя сунь-высань не вырос, чтобы устроить-то. Со мной не разговаривать не хотят. Ладно. Мы, люди, не гордые, обойдёмся. Что здесь есть ещё? Вот вы. Перед вами пленник. Когда же они ставят меня в покое? Никогда. Ты так-то здесь. Какая неожиданность. Как там поживает мэр его избалованная дочка? Уууу, это те, которые нас пытались запинать, когда мы им разрешили уйти. А думаю, ему предстоит о многом подумать. Значит, после этой истории в баре ты продолжаешь грабить и захватывать каравану, да? Неплохая идея. Ну, не так всё просто. В Бенеис план. Посмотрим, что из этого выйдет. Поговори с ним. Может быть, ты ему пригодишься. Хотя, постой, постой. Я всё думал о той истории в баре. Не знаю, почему там помогла. Но будьте справедливы оставить это без ответа. Я рассказал о тебе другим ребятам. Чтобы они отнесли к себе лучше. И ещё. Возьми ружью и пачку патронов. Может, ты не хочешь причинять боль? Но, собственно, из защиты всё же стоит задуматься. Спасибо. Странный человек, с которым мы не перекинулись ни одним словом. Настоящий магистральщики не говорят спасибо и пожалуйста. Запомни. Да, не верь, не бойся, не проси. Другой дел, что он перевес. Ружьёт кровяное дерьмо. Нам нужен торгуются. Нормально торгуются, а не то, что у них. Ага, тебе туда нельзя, я вас понял. Но ты вот говоришь, что мне туда нельзя. А на самом деле-то мне туда можно? Вот, вот. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Десять, десять огневых кораллов, десять огневых. Мы помним, где они лежат. Здесь пусто. Выходи, выходи, выходи. Всё. Нас там не было. Нас интересует вот это тело. Перед вами байк. Кажется, этот мотоцикл на ходу. Но его бортовой компьютер блокирует управление. То есть, теоретически его можно взломать. Какого чёрта разгуливаешь здесь, падаль дорожная? Да, просто осматриваюсь. А ты кто? Метатрию, детка. И на этом заканчивается наше знакомство. Как ты не покажешь себя в деле. Ну, ладно, шкаф, ладно. Мы люди не горды. Кстати, да, мы можем его просто тупо взломать и уехать. После этого возвращаться сюда явно будет не с руки, но... Кстати, да, мы можем это дело взорвать. Лесенка номер один. Заложили взрывчатку сверху. Я думаю, что рванёт, заполыхает, что бешено. Но мы попробуем наговориться с мэром Бустосом. Или, по крайней мере, выведать, а что за план у этого главного их. Опять туда же, опять туда же. Каса Гранда. Где бы здесь могли быть эти заложники? Начнём с этого. А вот, Атюн. Заложник, которого нужно спасти. Забраться туда довольно сложно. Но мы можем поговорить с мэром. Господин бухающий мэр. Заходи, чувствуя себя как дома. Да, чувствую уже. Тот разбойник утверждал, что вы перебили половину населения, чтобы прийти к власти. А трудные времена требуют трудных решений. Если бы я тогда не начал борьбу, то её бы назвал кто-то другой. Это естественное положение вещей. Да, но разве это было неизбежно. Слишком много людей и слишком мало ресурсов, что заставку не смотрел в начале игры. Этот город выживает за счёт водяного насоса и в качестве лагеря для караванщиков. В этой пустыне больше нет ничего, что могло отдавать жизнь. В результате многие не нашли себе места. Начались грабежи и клановые войны. А я теперь понимаю, почему ты постоянно бухаешь. С прошлым нельзя распрощаться. Это наш крест. Мне довелось побывать в местечке под названием Гараж Сити, где восстановили древний завод. Там тоже много человек полегли в борьбе за него. Правда? Слабое утешение. Но я рад, что пустоши в воде преображаются. Надеюсь, при своей жизни ещё увижу Карвегу на ходу. Как в старых книжках. Ну, не знаю. А его МН ещё может быть. Теперь я знаю, чем занять свою голову на ближайшее время. Прощай. Ну, не совсем прощай. Говорят, поймали одного из магистральных наёмников. Это правда. Мы держим его с оперти. Сначала нужно вытащить из него всю информацию о банде, а потом его определённо казнем. Да, но вы уверены, что он преступник? Некоторые жители опознали в нём магистральщика. Я им верю. К тому же на нём были дорожные щиты. Простите, дорожные щиты. Магистральщики часто используют их в качестве брони во время нападения. Ну, вы с пьяных глаз не того схватили. Его нужно отпустить. Я должен его отпустить, просто поверив тебе на слово. Слишком наивный ход. Интересно послушать твои доводы. Ну, у меня красноречие целых 75. Мы с ней вообще работали в одном караване. Я могу поручиться, что он не представляет для вас угроза. Да? Признаться честно, Санта, я не знаю. Акционный откуда? Ножители всегда видят в чужаке врага. Ладно, я пока отпущу этого парня. Но с условием, что он должен убраться из города в течение часа. Спасибо, господин мэр. В заведении диалога мы получаем 35 очков опыта. А, Карл, с каждым квестом всё меньше и меньше опыта. У нас до сих пор только девятый уровень. И небольшой, если что, запасец. Когда-нибудь мы вкачаем красноречие до сутки. Но пока что нам не надо. Ремонт можно было бы в дудонить. Или науку доводить до 60-80. Нас очень сильно ждёт город Феникс. Молодой интересный. Перед вами на полу сидит полуголый бандит. Его тело красноречие демонстрирует синяки. Это тебе что надо, я всё рассказал уже. О, дурачок. Ещё и рассказал он всё. Мне прислал Бен. Он хочет тебя спасти. Так, спасай, чё ты стоишь-то? Эленькой Бен тебе не послал. Да ты ещё свободен. Мэр подписал тазовое освобождение. Чё-то так просто, да? Слушайте, а мне нужно сопровождение, да? Иначе крестьяне меня разорвут на части. Ладно, пойдём. Вот это тут крестьян видел. Тут охранные у мэра больше, чем всех жителей в городе. Ну, хочешь, так хочешь. Чё, дальше я сам пойду. Возьночку будет легче заместить следы. А, да, как хочешь. Кстати, Бен говорил, что в случае неудачи тебе придётся пристрелить. А, а, а если бы не Бен с его жажданом мести, я бы вообще поднимал в тюрьму. Это он меня туда отправил, найти слабое место в обороне города. Но здесь все знают друг друга. Поэтому я сразу крылся в лапах крестьян. А теперь придётся возвращаться к Бену ни с чем. Да, наверное, он зазлится сильно. А, да, он тебе, если я не вернусь, он набьёт меня придачей. Но это ещё хуже. Ммм, шо ж тебе делать-то? А, наверное, он с пониманием одесёт за твоему провалу. Бывай. Не наша проблема. А если ты к нему не явишься, то это тем более не наша проблема. Да и таки, что я вам скажу, дамы и господа. Добираться до рейдеров почти каждый раз становится всё сложнее и сложнее. Вот реально, от них идёшь, всё нормально, чистая дорога. Сюда идёшь то скорпионы, то бандиты, то скорпионы, то бандиты. Одно счастье маленький карман повстречал. Нашёл немножечко вот совсем потрощечек. Удобно, приятно. Такс, где же, где же, где же, где же, где вот? Какие новости? Дело сделано. Твой приятель сбежал в тюрьму в Касагранде. Он мне не приятель. Но он всего лишь винтик, моя сестя. С твоей жизнью он обязан мне. Кусьей уже расплачивает. Ну, это уже ваш личный, как это? Что ты будешь делать со своим байфрендом? А теперь я вижу, что с тобой можно иметь дело. Банде нужны контакты с остальным миром. Ты будешь нашим посредником. И куда мне идти в этот раз посредничать? Я неспроста отправил того парня в разведку. Жестянщики расширяют свою власть. Караванов всё больше. А мэр Касагранда нанимает всё более крутых наёмников. Новый порядок приходит в эти земли. И назревают великие дорожные войны. Моей банде нужно укрепиться в этом новом мире. Да, и что, что задумал. Сейчас мы вне закона. Нас считают преступниками. Я хочу договориться с жестянщиками о перемирии. Поправляйся в Тусан и убеди мастера Карда подписать договор. Наше топливо в обмен на независимость. Ну, глупый вопрос. А если он откажет? Он не должен отказать. Сделай всё, чтобы добиться его расположения. Ясно, понятно, спасибо. Нет, чтоб сказать. Вот тебе денежек за твоё успешное выполнение задания. Оп, ты тут с трудом навалили. 350 всего. Здрасте вам. Чё надо, падали? Надо, не надо насчёт того мотоцикла. А, да Бен, это не просто игрушка. Отчасти от жизни. Я слежу, чтобы никто ничего не нуждался. Чё, у него байк ещё дурь. Ещё бабы и всё прочее, что нужно Бену. Да ты что? И он на ходу мотоцикл. Конечно, чё, это такой по-твоему. Если Бен сказал следить за байком, значит, байк будет в полном порядке. Ну и ещё один глупый вопрос. А он продаётся ли? Да чё, брейёшь. Бен ценит даже железо больше любого из банда. То он ни за что его не отдаст. Ясно, понятно, буду знать. У него тут интересно, как такой борцы, как ты оказался в банде. Да были накладки, да. Пришлось помотаться по трассам с разными бандами, но он потом оказался здесь. Да неужели во всех городах так плохо? Ну, банда же не просто так появилась, да? Мы все жертвы вставились, сечёшь. А ты? Чем был жертвенен особенно? В Фениксе играл не за ту команду, когда Арн захватал власть. Вот пришлось бежать в Касагранда, спасаться от этих карательных костров. А что случилось в Касагранда? Касагранда тогда починили водяной насос. Вокруг него все эти войны начались. Догадайся, чья команда выиграла на этот раз. Опять тебе не повезло. Но в банде Бена все по-тогому стало, чё? Здесь все свои, все получают по заслугам. Такой чёрт я с тобой там говорю. Надоело мне же, отвали. Да, с опытом ты не стремлюсь. Даже не знаю, кого из них поддержать. Один геноцид устроил наполовину города, а другой... Тоже явно нездоров на всю голову. Ну, нам в любом случае нужно сходить в Тусан, и мы туда сходим. Ну, сходим, дамы и господа, уже, наверное, в следующем эпизоде. А пока что отбиваемся, точнее, убегаем от бандитов. Делаем маленькую паузу. Не забываем про наш телеграм, дискорд, ванк, вконтакт. Ссылочка всё там же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. И увидимся немножко попозже.